Добрый вечер. О коррупции. Возможно ли Украина без коррупции? Ответ утвердительный. Я считаю, что Украина может быть без коррупции и может жить без коррупции. Для этого нужно выполнить пять условий. Первое. Это убрать экономическую основу коррупции. Примером этого является применение налога с оборота, который существует в некоторых странах. Для стран, таких как Украина, в которых уровень коррупции очень высокий, несмотря на то, что мы движемся в Евросоюз, где существует НДС, налог на прибыль, применение налога с оборота было бы подобно применению ФОПов, когда платится фиксированный налог каждый месяц или квартал, или даже можно применить уплату ежегодного налога. И тогда все налоговые инспекторы забудут дорогу на предприятие, контролирующих не нужно будет такое количество, при этом качество обслуживания бизнеса не ухудшится. Второе условие. Это неотвратимость наказания. Два примера. Первый пример. Мы очень часто видели, когда прямо из зала кабинета министров в наручниках выводили каких-то высокопоставленных чиновников, которых обвинили в коррупцию. А потом мы видели, что их выпускали на свободу под залог. Второй пример неотвратимости наказания. Это, например, судебная система. Когда судья увольняется после двух подозрений в том, что его решения имели коррупционный характер. И тогда все тысячи судей, которые работают на своих местах, будут бояться на пушечный выстрел приближения какого-то коррупционогенного человека или коррупционогенной ситуации. Третье это жестокость или жесткость наказания, жесткость исполнения тех законодательных норм, которые предполагают большие тюремные сроки или большие штрафы. Если посмотреть на опыт, например, Сингапура, который часто приводится в пример в Украине, то там буквально несколько жестких посадок, больших сроков для коррупционеров высшего эшелона показывало всему остальному обществу, что действительно наказание будет, оно неотвратимо и оно будет очень жестоким. Четвертое это дижитализация. В эпоху компьютеров очень смешно говорить о том, что невозможно проконтролировать, например, груз, который движется из Германии в Украину. У нас существует парадоксальная ситуация, над которой смеется вся Европа, при этом зарабатывая деньги тоже вместе с нашими коррупционерами на таможне, когда объем экспорта из какой-то страны значительно выше, чем объем импорта того же продукта, который заходит в Украину. О чем это говорит? О том, что этот товар оформляется через другие компании и заходит в Украину по заниженным ценам и далее по цепочке используется, скажем, повышение цены этого товара до цены его реализации. В условиях цифровой экономики это достаточно легко контролируется и в других областях эта возможность диджитализации устраняет коррупцию во многих местах. И, наконец, пятое, это постепенность устранения коррупции. Я не говорю о том, что коррупцию нужно бороть долго, нужно организовать длительные реформы, потому что долго это означает никогда. Но, опять же, базируясь на примерах таких стран, как Грузия, видно, что бытовую коррупцию, то есть взятки гаишникам или взятки в сфере медицины или в сфере образования, их победить достаточно легко и достаточно быстро за счет предлагаемых выше методов. Также достаточно быстро устраняются коррупционные действия в высших эшелонах власти, если, опять же, применять четыре вышеупомянутых способа устранения коррупции. Таким образом, в обществе будет вызвано доверие к действиям государства, действиям правоохранительных органов. Общество будет видеть, что государство совершает реальные действия и коррупция реально падает. И тогда нетерпимость коррупции позволит двинуться во всех остальных направлениях очень быстро. И в течение нескольких лет коррупция в Украине будет побеждена. Рассвет побеждает. Рассвет. 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 Рассвет.